В суде Краснофлотского района вынесен приговор организатору и четверым участникам преступного сообщества, которое занималось незаконной заготовкой древесины. Двухлетняя работа этой шайки черных лесорубов обернулась для государства 60-миллионным убытком. Группировка располагала мобильными бригадами, которые пиратствовали в двух районах края. В постоянный состав летучих лесных эскадронов на территории Комсомольского и Нанайского районов входили 32 человека, включая организаторов и руководителя. Большинство из них были устроены официально. Для этого двое сообщников создали фирму, которая имела разрешение на заготовку древесины в Иннокентьевском лесничестве. ООО «Березовым» являлось специальным лесозаготовительным предприятием с необходимой инфраструктурой и средствами производства. Также Беридзе не являлся сотрудником указанного ООО, однако фактически осуществлял руководство ООО «Березовый». Через предприятие удавалось сбывать дуб, липу и ясень. С помощью имеющихся бумаг и печати участники сообщества без лишних вопросов провозили древесину через полицейские посты, а позже продавали ее в Китай. Возглавлял сообщество 42-летний хабаровчанин. К своей деятельности он привлек троих знакомых. Вместе с одним из них он уже становился фигурантом похожего уголовного дела. В 2010 году мужчины были приговорены к условному наказанию по 260-й статье Уголовного кодекса за незаконную рубку леса. Годом ранее глава сообщества был осужден за взятку и снова деньги чиновнику он предлагал в связи со сбытом древесины. Следствию удалось установить, что в сообщество входили три преступные группы. Возглавляли каждую из них знакомые главаря, а те набирали рабочих из числа местных жителей – вальщиков, трилевщиков и чекеровщиков. Приговоры им уже были оглашены. В ходе судебного разбирательства подсудимую вину в совершенных преступлениях именно в организации участия и руководство преступного сообщества не признавали. Стороной государственного объединения было предложено всем подсудимым назначить наказание в виде лишения свободы с его реальным отбыванием. Структуру, организованную черными лесорубами, признали преступным сообществом. Его главу суд приговорил к 15 годам лишения свободы. Подельники-бригадиры отправятся в колонию на 13,5 и 12,5 лет. Создатели фирмы, под прикрытием которой велась лесозаготовительная деятельность, отделались условным наказанием. По пять лет лишения свободы и штрафом 100 тысяч рублей. Отдельный иск был подан о возмещении ущерба государству. В его обеспечении конфискована техника, которую злоумышленники использовали для заготовки леса. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Кузьмина и Алексей Баринов.